Улица 3-я, Пролетарская, 24. Весь двор раскопан. Выходя из дома, люди рискуют принять грязевую ванну. Вот насколько сложно здесь ходить? Очень плохо, неудобно. Грязь одна. Не вносим даже. А уж когда лёд и снег вообще. Люди говорят, страдают ни за что. Проблемы с отоплением коммунальщики так и не решили. Вот глядите, как мы живём. Вот чуть-чуть тёплые. Зоя Николаевна еле сдерживает слёзы. Сутками она не может согреться. Спать ложится в одежде под несколькими одеялами. Приходится вот прежде чем спать лечь, бубилку нагреешь, вот немножко постель погреешь, под ноги положишь и греемся. Батареи здесь как театральный реквизит. Они есть, но тепла от них нет. Стены в квартире Марины Савельевой покрылись грибком и плесенью. Новые обои отклеиваются. Это месяц назад сделано ремонт. Марина Савельева – многодетная мама. Она переживает, что её дочери болеют по вине коммунальщиков. Болеем. Младший первый класс пошёл. За прошлый месяц мы два раза болели. По три дня в школе не были. Это сырость всё это влияет на нас. Не знаем, как дальше. Жильцы говорят, проблемы начались два года назад. Они обошли все инстанции. Но узнать причину так и не смогли. 16 семей рискуют встретить зиму без отопления. Ищем, они всё говорят. Ищем. Всё до сих пор ищут они эту причину. И не могут найти. А должны мы, жители, найти эту причину, да? Общественник Руслан Сагадеев говорит, местные чиновники обратили внимание на проблему. Но только после заявления в областную жилинспекцию. Здесь циркуляция отопления в ужасном состоянии. В плане того, что полдома сидят без тепла. Нарушение предположения наше – это обслуживающая организация, кто обслуживает этот дом. Ну, это ЖЭК Никологор. В администрации района пояснили, в Никологоры несколько раз выезжали бригады. Сейчас причину проблемы ищут тепловики и сотрудники управ компании. Либо проблема в самом доме, либо проблема в сетях. Надо конкретно конкретно смотреть. Сейчас пробовали один способ решить проблему, второй способ. То есть надо решать, надо искать причину. Чиновник пообещал – ямы закопают и восстановят покрытие. Решат проблему и с отоплением, но насколько оперативно это получится, сделать неизвестно. Сегодня столбик термометра опустится до минус шести. А значит, люди будут вынуждены даже дома ходить в шапках и пальто. Игорь Липский и Андрей Беляков.